В эти минуты в парламенте Грузии проходят дебаты по итогам выступления президента страны перед депутатами. Михаил Саакашвили представил парламенту ежегодный доклад. В высшем законодательном органе Грузии работает наша съемочная группа. С подробностями Софи Татрадзе. Выступление Михаила Саакашвили было довольно исчерпывающим и всеобъемлющим. Он затронул практически все сферы деятельности государства, в том числе не забыл о променутии ситуации в отношении оккупированных территорий. По мнению Михаила Саакашвили эпоха империи прошла и вместе с ней настал конец силовым методам борьбы. Он заявил, что Грузия ни в коем случае не уступит грузийских территорий, но при этом ни в коем случае не применит силы для того, чтобы их вернуть. Грузия желает и готова вести переговоры с Россией, хотя она относится к нам как к врагу. Но мы не согласимся на переговоры в ущерб территориальной целостности. Мы никогда не смиримся с оккупацией Грузии. За прошедший год всем стало ясно, кто является оккупантом. Этот термин закрепился за Россией в официальных документах США и Евросоюза. Сегодня Россия пытается создать новую империю, и мы должны быть осторожны. У идеи империи в 21 веке нет будущего. Наш стратегический выбор НАТО и Грузия достигнет своей цели. Наряду с проблемами Михаил Саакашвили говорил также о достижениях. Главным из них он считает признание международным сообществом факта оккупации грузийских территорий. Говорилось также о социальных и экономических проблемах, с которыми столкнулась страна в прошлом году, о том, что было сделано и что еще предстоит сделать. Однако парламентская оппозиция считает отчет президента не совсем полным. По ее мнению, президент не дал ответа на вопрос, что правительство собирается подпринять для того, чтобы бороться с этими проблемами. Прошедший год был очень трудным, потому что прошедший год, можно сказать, что в Грузии прошел под знаком ущемления человеческих прав в стране, ущемления прав беженцев, ущемления прав ветеранов. И это было очень плохими, очень силовыми способами сделано. Мы собираемся подлежать то введение, которое есть у президента, введение развития страны, введение преодоления тех проблем, которые существуют в стране. Он очень реалистично и очень четко описал все проблемы, которые есть в стране. И также он очень четко и очень двусмысленно говорил о решениях. Между тем, в грузийском парламенте продолжаются дебаты, в них принимают участие представители большинства, меньшинства, фракции, а также независимые депутаты. Они оценивают выступления президента, а также поднимают вопросы, которые беспокоят их наиболее всего. На них грузинский президент ответит сразу же после окончания дебата. Спасибо. Напомню, что это был наш корреспондент в парламенте. Софотед радзы.